В здании воскресной школы Свято-Николаевской церкви города над Бугом прошла встреча сегодняшних и будущих мам и бабушек с врачом-аллергологом. Такие мероприятия проходят регулярно в рамках проекта поддержки грудного вскармливания. Не исключение и сегодняшнее мероприятие. Как отмечают организаторы, подобные информационные часы призваны помочь женщинам правильно формировать свой рацион и рацион своего малыша с учетом полезных продуктов для того, чтобы избежать аллергических реакций. Достаточно важное мероприятие, потому что приходит много мам, беременных особенно, которые заинтересованы в том, чтобы их младенец кормился грудным вскармливанием. Мы рассказываем основы, что должна знать беременная мама, как наладить правильно в первые дни и как завершить для тех мам, кто кормит достаточно долго. Даем самую полезную, самую актуальную, новейшую информацию. В 21 веке аллергия стала массовой проблемой не только детей, но и взрослых. Недостаточное количество сна, неправильное питание и загрязненная окружающая среда ослабляют организм человека, делая его более склонным к такого рода реакциям. Внедрение большого числа химических добавок в продукты питания и средства гигиены способствует развитию аллергических заболеваний. Это неоднократно подчеркивала специалист медицинского центра ЛАДЭ Наталья Поваланская. В своей беседе врач-аллерголог также отметила, что именно грудное молоко помогает формировать у ребенка иммунитет, который сможет справляться с такого рода реакциями. Польза и прелесть и красота грудного вскармливания, она дополняется еще и пользой в плане профилактики аллергических реакций. Это из совершенно доказанных методов профилактики для и деток раннего возраста, и для взрослых. Особенно это будет актуально для тех семей, где уже есть вопросы с аллергическими ситуациями. И молодая женщина должна понимать, что рожая ребенка, она для того, чтобы его здоровье было полным, хорошим и полноценным, может сделать дополнительно еще вот такой момент, как сохранить грудное вскармливание, причем для деток, имеющих аллергические предрасположенности, выгоднее, если мама кормит ребенка около двух лет. Во время встречи у всех присутствовавших была возможность задать интересующие вопросы специалисту, а также обменяться опытом. Ведь в аудитории присутствовали не только беременные женщины, но и мамы с детьми. В уютной обстановке они обменивались мнениями, консультировались и получали компетентные ответы. Подобные встречи помогут молодым матерям чувствовать себя уверенно в любой ситуации.